привет друзья я станислав лендовер и вы на моем youtube канале за что вам огромное спасибо сегодняшняя тема видео в моем представлении должна поставить точку в диалоге относительно многоповторного тренинга я сегодняшнем своем видео не планирую вас агитировать за много повторный тренинг за тренинг с низким количеством повторения за высокие без отягощения или за низкий вес отягощения я хочу разобрать вообще принцип и механизмы которые заложены в гипертрофические адаптации в ответ на выполнение упражнений с невысоким весом отягощения или с высоким количеством повторений так что друзья поехали итак друзья многоповторный тренинг для того чтобы понять что такое многоповторный тренинг давайте дадим ему определение также как это сделали ученые надо признаться что в большинстве исследований все таки речь идет не о количестве повторения а о интенсивности или весе отягощения в процентном соотношении от одноповторного максимума то есть если вы можете выполнить в каком-либо упражнении предположим в жиме штанги лежа 100 килограмм на одно повторение это ваш одноповторный максимум что является многоповторным режима при выполнении жима штанги лежа, если вы жмете 100 кг на одно повторение. Примерно 40-50% одноповторного максимума, то есть 40-50 кг. Как правило, большая часть из нас в этом диапазоне повторений может выполнить порядка 15-20 повторений, но в среднем это будет вокруг 15 повторений. Поэтому в основном, когда ученые проводят свои исследования, они замеряют одноповторный максимум в том или ином упражнении, потом выбирают интенсивность примерно 40 или 50% и уже с ней начинают выполнять эти самые упражнения. Поэтому если мы сейчас с вами все-таки подведем какой-то промежуточный итог и попробуем дать определение многоповторному тренингу, в моем, повторюсь, в моем представлении это диапазон в районе 15 плюс-минус повторений. 20 повторений я считаю уже, что называется, такой аэробикой. Дело в том, что ученые выяснили, что при интенсивности ниже 40%, то есть когда мы все-таки выходим на диапазон 20 и более повторений, гипертрофические адаптации существенно снижаются. Ну, в этом есть логика, об этом мы поговорим чуть позже. Два противоборствующих лагеря. Одни говорят о том, что работа на 6-10 повторений является самой оптимальной, и в этом смысле у них есть подкрепление в виде научных исследований и своего практического опыта. Вторые говорят, ничего подобного. Мы можем выполнять упражнения на 15 повторений, точно так же успешно получаем гипертрофию и точно так же есть ссылочки на научные исследования, которые показывают эффективность. На самом деле нужно разобраться, почему у одних получается увеличить мышечную массу, работы достаточно с умеренным весом отягощения, у других же не получается. Разумеется, помимо всего прочего, основным параметром, на который ссылаются сторонники низкого количества повторений и больших весов, это то, что они больше прогрессируют в силе. Что важно, они забывают, они прогрессируют в основном в абсолютной силе. Конечно же, если вы будете выполнять жим штанги лежа, условно говоря, на 5-6 повторений, а ваш партнер будет выполнять на 15 повторений, то через 2-3 месяца, когда вы будете с ним соревноваться в одноповторном максимуме, конечно же, тот, кто выполнял жим на низком количестве повторений с большим весом, выиграет. Это очевидно, это абсолютная сила. Но по гипертрофии и тот, и другой, если будут выполнять упражнения с равной степенью мышечного утомления, придут в одну и ту же точку. Сейчас я объясню, как это происходит. Друзья, ненадолго отвлеку вас от просмотра этого видео, чтобы напомнить о своем проекте Лендовер Пауэр, в котором собрано более 30 тренировочных программ для вас и рацион на питание. Ссылочка в описании к этому видео. Ну а сейчас продолжаем. Итак, каким же таким магическим образом мышца может одинаково реагировать в ответ на выполнение упражнения с большим весом отягощения на достаточно низком количестве повторений или с малым весом потягощения на большое количество времени. Друзья, все на самом деле достаточно просто. Наши мышцы состоят из различных типов мышечных волокон. Условно их можно разделить на медленные, промежуточные и быстрые, и либо на низкопороговые и высокопороговые мышцы. Что касается медленных мышечных волокон, которых у нас в зависимости от мышечной группы примерно 50%, хотя известно, что комбаловидная мышца состоит в основном из медленных мышечных волокон, но это редкие исключения. В основном соотношение медленных и быстрых мышечных волокон примерно 50 на 50, 55 на 45, плюс-минус вот эти проценты. Каким же таким магическим образом работа с маленьким весом отягощения и с достаточно высоким количеством повторений и с большим весом отягощения, но низким количеством повторений может привести нас в одну и ту же точку по приросту мышечной массы. Все очень просто. Наши мышцы состоят из нескольких типов мышечных волокон. Медленные, промежуточные и быстрые. Конечно же, есть различные классификации, я упростил. Медленные мышечные волокна самые тонкие и имеют наименьший гипертрофический потенциал. То есть, с точки зрения эволюции, на мой взгляд, эти мышечные волокна должны выполнять функцию, которая отвечает за выносливость. Мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, даже логически поразмышляя, вряд ли природа бы наделила их большим гипертрофическим потенциалом, потому что для того, чтобы проявлять выносливость, большие мышечные объемы не нужны. И мы прекрасно понимаем, что ориентироваться на эти мышечные волокна, выполняя различные упражнения, не имеет смысла. Следом идут так называемые промежуточные мышечные волокна. У них уже несколько больший мышечный потенциал, несколько больший начальный объем. То есть, они изначально чуть более толстые и гипертрофический вклад могут принести существенно больше, чем медленные мышечные волокна. Ну и самые толстые, самые мощные мышечные волокна, это так называемые высокопороговые мышечные волокна или быстрые мышечные волокна, которые изначально имеют существенно больший начальный объем и, самое главное, они имеют существенно больше гипертрофический потенциал но как же эта штука вся работает смотрите все очень просто вот гантель 10 килограмм я ее беру в моих мышцах в сухожильной их части находятся специальные механорецепторы которые оценивают не в килограммах а просто тот уровень внешнего сопротивления относительно которого нужно подключать необходимое количество мышечных волос то есть когда я беру гантель вот эту достаточно не тяжелую для меня то моя нервная система тут же миллисекунды определяет то количество мышечных волокон которые необходимы для того чтобы произвести это самое сокращение то есть сгибание предплечье и моя нервная система рекрутирует лишь то количество мышечных волокон которые требуются для того чтобы преодолеть эти 10 килограммов то есть работает часть мышцы но я выполняю второе повторение я выполняю третье повторение четвертое повторение субъективно гантель становится все более и более тяжелые но согласитесь да первое повторение и последнее повторение всегда отличаются то есть субъективно вес снаряда увеличился хотя он не изменился это означает то что наступило утомление и моя нервная система подключает те мышечные волокна или рекрутирует те мышечные волокна которые до того были неактивными то есть они отдыхали и понятное дело что если я выполню подход до отказа то каждое следующее повторение будет включать все более более высокопороговые мышечные волокна и если я доведу эту самую свою целевую мышечную группу до отказа то есть тогда когда мои мои силы не будет хватать для того чтобы выполнить полноценно качественно технически верное повторение к этому моменту у меня будет рекрутирована вся мышца весь бицепс и в должной степени утомлен а теперь я беру гантель которая весит 15 килограммов когда я беру и начинаю выполнять сгибание предплечья моя нервная система тут же понимает что вес отягощения больше и сразу же в первом же повторении включает большее количество мышечных волокон наука нам говорит что примерно 80 процентов одноповторного максимума то есть то что обычно соответствует шести пяти шести повторениям в подходе в этот момент наша нервная система рекрутирует практически все мышечные волокна целевой мышечной группы то есть когда я выполняю сгибание предплечье с маленьким весом отягощения у меня включается лишь порция мышечных волокон но с каждым следующим повторением количество этих волокон увеличивается и последние пять шесть повторений то что в науке принято называть стимулирующими повторениями эти повторения приводят к утомлению когда я беру гантель с которой могу выполнить 5-6 повторений у меня с первого повторения рекрутируются все волокна бицепса и эти 5-6 повторений уже утомляют мышцу а мы знаем что для того чтобы мышца выросла нам недостаточно чтобы она просто включилась чтобы вы выполнили какое-то упражнение или движение нам важно чтобы мышца была утомлена но согласитесь если мы прекрасно отдаем себе отчет том что строительство новых мышечных структур увеличение до площади поперечных сечений это энергозатратный процесс и самое главное что это крайне неликвидное неликвидный энергетический ресурс с точки зрения выживания потому что жир прекрасно дает нам энергию долгую имеет огромный энергетический потенциал углеводы прекрасно превращается в энергию белок к сожалению или к счастью до белок в этом смысле в качестве источника энергии практически не используется а наше тело она нацелена и адаптирована к выживанию нашему телу вообще не нужно наращивать мышечную массу потому что мышечная масса это как я уже сказал крайне неликвидный актив нашего с вами организма возникает логичный вопрос почему тогда если одинаковая реакция должна быть в ответ на выполнение упражнения высоком количестве тарени в среднем и в низком количестве тарени почему на практике мы видим неоднозначные результаты все очень просто друзья выбор упражнения надо понимать прекрасно что при выполнении упражнения в многоповторном режиме работа до отказа до отказа целевой мышечной группы является принципиальной я думаю что вы понимаете почему да потому что когда мы работаем диапазоне 6-10 повторений мы видим и четко понимаем где у нас отказ когда мы работаем высоком количестве повторений основная проблема в том что это сделать тяжело до отказа нужно дойти и конечно же все исследования нам это подтверждают то есть работа в высоком диапазоне повторений требует работы до истинного мышечного отказа напоминаю что отказ бывает двух видов первый отказ это так называемый общий до отказ или так называемый отказ связан с центральным утомлением то есть вы выполняете подход устаете и говорите все я больше не могу выполнять упражнения мы прекрасно понимаем что степень общего утомления или то как вы ухайдакались во время выполнения подхода не будет никак коррелировать с гипертрофии то есть мы точно знаем что гипертрофии это внутренний локальный процесс то есть основная задача утомить не организм целом а целевую мышечную группу а тут возникает вопрос а можете ли вы выполняя например жим штанги лежа дойти до отказа грудной мышцы раньше чем у вас наступит центральное утомление раньше чем у вас начнутся закисляться и утомляться мышцы ассистента у кого-то это передняя дельтовидная кто-то кто не умеет жать или жмет специфической технике это трицепс то есть когда вы выполняете много суставное упражнение и при этом еще со свободным весом это является дополнительным усложнением для выполнения подхода в многоповторном режиме и получение гипертрофии при выборе жима штанги лежа или жима в тренажере тоже много суставного упражнения на мой взгляд более логично будет выполнять упражнения в тренажере почему потому что не требуется тех самых стабилизаторов включение этих стабилизаторов и отвлечения внимания у целевой мышечной группы мы знаем что при работе с умеренным весом отягощения а мы сейчас говорим как раз примерно на 50 процентов одноповторного максимума нам легко дается ощущение нервно-мышечной связи то есть мы можем руководить при помощи своих мыслей сигналов которые мы подаем за счет нервной системы к работе целевой мышечной группы то есть когда мы работаем со штангой нам еще нужно удерживать снаряд в пространстве действительно подключается дополнительные мышцы стабилизаторы которые отвлекают ваше внимание от работы целевой мышечной группы поэтому я считаю что между штангой гантелями и тренажером нужно выбирать в этом случае тренажер вам будет легче довести целевую мышечную группу до утомления и как мы знаем до последующего мышечного отказа на мой взгляд идеальный вариант при работе многоповторном режиме это работа в изолированных упражнениях это могут быть и свободные веса и блочные системы но я сторонник выполнения упражнений на тренажерах на мой взгляд жимовые упражнения в тренажерах будут более эффективны чем работа с свободными весами штангами гантель а упражнения изолированные в основном выполняемые на тренажерах будут еще более эффективны. Дело в том, что при выполнении изолированных или односуставных упражнений у нас работает в основном одна мышечная группа, целевая. Да, вы скажете, что есть исследование, например, сравнивающее изолированное упражнение на грудной мышце и многосуставной жим штанги. Конечно же, многосуставной жим штанги выиграл, это факт. Но выиграл не потому, что он многосуставной или потому, что это штанга, а потому что биомеханически больше механическое напряжение в мышце может быть создано при вот таком биомеханическом движении, при жиме. То есть это не означает, что любой снаряд многосуставной всегда будет более эффективен, например, чем изолированное упражнение в тренажере. Поэтому основным преимуществом подобного рода тренажеров является то, что мы можем без каких-либо усилий, без каких-либо внутренних концентраций выполнять просто механически одни и те же движения, доводя мышцу до утомления, рекрутируя ее от повторения к повторению и последующего отказа. Еще один пример мышцы спины, широчайшая мышца спины и то, насколько важно правильно выбрать упражнение, если вы работаете в многоповторном режиме. Мышцы спины. Хочу на примере одного упражнения показать правильность и необходимость правильного выбора упражнения для работы в многоповторном режиме. Тяга штанги в наклоне к поясу. Замечательное упражнение, мощное упражнение, эффективное упражнение. Но мы должны выполнить его таким образом, чтобы отказ был целевой мышечной группы или близость отказа, то есть широчайших мышц спины. Если при работе на 6, 8, 10 повторений, это вполне себе реально, потому что, конечно же, вы настроились, вы выполнили умеренный диапазон повторений и вы получили отказ в целевой мышечной группе. А попробуйте на 15 или 20 повторений сделать тягу штанги в наклоне. Попробуйте-ка сделать так, чтобы ваши предплечья, чтобы разгибатели позвоночника, ягодицы, которые закисляются с каждым повторением, не мешали вам выполнять это самое упражнение и довести до отказа целевую мышечную группу. Ну, у кого-то, возможно, получится, но у большинства, к сожалению, этого не получится, потому что общее утомление всех задействованных мышц, которые, кстати говоря, в основном здесь работают, это разгибатели позвоночника, ягодичные мышцы и задняя поверхность бедра в статической нагрузке. Они закисляются, поэтому у большинства выполнить подход до отказа тяги штанги к поясу в высоком диапазоне повторений просто не получится физически. Если же я выполню упражнение в тренажере, такое же многосуставное упражнение. Сравнивать какие-то копейки с точки зрения эффективности, на мой взгляд, не имеет смысла, ну, если вы, конечно же, не профессиональный атлет. Поэтому при работе в многоповторном режиме, если вы понимаете, что, например, тяга штанги к поясу не дается вам таким образом, чтобы вы довели целевую мышечную группу до отказа, и общее утомление начинает вам мешать, я рекомендую выбрать тренажер. В тренажере вы будете упираться грудью, то есть вам не придется напрягать разгибатели позвоночника, вам не придется напрягать ягодичные мышцы, то есть количество задействованных мышц будет меньше, а работа целевой мышцы будет гораздо проще вами ощущаться, поэтому степень доведения до отказа при работе в тренажере гораздо ближе к той самой необходимой границе, которую нам ученые говорят, как локальное утомление и локальный отказ. Еще один важный вопрос, который многие задают, а многоповторный тренинг в более щадящем смысле относится к сердечно-сосудистой системе, потому что у многих с возрастом, у меня в том числе, появились определенные ограничения, связанные с пульсовой зоной, связанные с артериальным давлением. И возникает вопрос, а работа в жиме штанги лежа, например, на 6 повторений, и работа в жиме штанги лежа на 15-20 повторений, как будет отличаться? Будет ли многоповторный тренинг более аккуратно, менее агрессивно влиять на сердечно-сосудистую систему? На мой взгляд, нет. Я миллионы раз пробовал, проверял, замерял пульс, артериальное давление. При работе в многосуставных упражнениях до отказа, именно в многосуставных это важно, и еще более важно, именно со свободными весами артериальное давление и пульсовая зона поднимается не меньше, чем при работе в том же самом снаряде, предположим, на 6 повторений. И это логично. Ну, наверное, пример с бегом будет показательным. Ну, бег на 100 метров с максимальной скоростью и бег на километрах с максимальной скоростью. В каком варианте вы больше устанете, в каком варианте у вас будет большее утомление и большее воздействие на сердечно-сосудистую систему? Ну, скорее всего, если вы будете с равной степенью, с равным уровнем включения бежать 100 и 1000 метров на 1000 метров. То есть, если вы хотите заменить работу в тяжелых многосуставных упражнениях на эти же самые упражнения, но увеличив количество повторений и рассчитываете на то, что будет более щадящее воздействие на вашу сердечно-сосудистую систему, на мой взгляд, это не так. Если же вы выберете в качестве альтернативного многосуставного базового упражнения со свободным весом изолированное упражнение и будете доводить его до отказа, вот здесь, конечно, будет совершенно другая картина. Ну, согласитесь, работа до отказа в жиме штанги лежа на 15-17 повторений и работа на 15-17 повторений в сведении в тренажере бабочку. Ну, очевидно, что в одном случае уровень утомления, уровень повышения артериального давления и пульсовой зоны будет существенно отличаться от второго варианта. Поэтому выбор упражнения в многоповторном режиме между многосуставным, базовым, тяжелым, со свободным весом, тренажером и изолированным упражнением, я рекомендую смотреть в сторону изолированного упражнения, потому что, конечно же, при работе до отказа на 15 повторений в жиме штанги лежа и при работе до отказа на 15 повторений при сведении рук в тренажере бабочка вы по-разному абсолютно точно отреагируете со стороны сердечно-сосудистой системы. Еще один момент. Это вопрос, связанный со связочно-суставным аппаратом. Действительно, многие возрастные атлеты или относительно молодые атлеты, но уже получившие какие-то травмы, проблемы со связочно-суставным аппаратом переходят на многосуставные упражнения. Вот здесь, безусловно, это будет более щадящий вариант. Конечно же, работа на 6 повторений в жиме штанги лежа до отказа или даже близко к отказу с точки зрения воздействия на все суставы, на все сухожилия будет существенно более агрессивно, чем при работе с меньшим весом отягощения. Это без вариантов. Поэтому, если вы смотрите в сторону многоповторного тренинга с точки зрения связочно-суставного аппарата, это действительно будет очень неплохой вариант и очень неплохая альтернатива. Друзья, подведу итог. Первое. Выбор между многоповторным тренингом, который в моем представлении находится в диапазоне 15 плюс-минус повторений, либо классическим вариантом, где подход выполняется от 6 до 12 или до 10 повторений. Тут разные точки зрения. На мой взгляд, выбор между этими диапазонами повторений должен быть индивидуален. Если у вас есть предпочтение, если вы видите в этом смысл, если вы просто ощущаете мышцу и испытываете кайф от этого, выбирайте тот диапазон повторений, который вам нравится. Спорить с теми, кто категорически настаивает на том, что многоповторки не накачаться, не нужно. Потому что отсутствие результата у этих людей, это всего лишь отсутствие понимания, опыта и желания попробовать. Но каждый раз, когда я вижу людей, которые вынуждены по тем или иным причинам перейти на многоповторный тренинг, многие из них не теряют мышечную массу, многие из них даже добавляют мышечную массу. И это не значит, ни в коем случае не значит, что я сейчас агитирую, давайте так, давайте так. Я говорю о том, что есть разные инструменты. И самое главное, знаете что? Ученые крайне эффективно, крайне правильным методом оценивают работу с высоким и низким диапазоном повторений. Знаете как? Называется это внутрисубъектный дизайн. Когда один и тот же человек питается, спит, ест одинаково, но правую руку качает, условно говоря, в изолированном упражнении сгибания предплечья на 6 повторений, а левую на 15 повторений с одинаковой степенью утомления и близости к отказу. А потом через 6, 8, 10, 12 недель, в зависимости от протокола, экспериментов, они говорят, ребят, мы замерили, не просто посмотрели, не просто напрягли бицушку, нет. Они при помощи высокоточных приборов, при помощи МРТ, при помощи сканирования, различных методов современных оценки, они говорят, ребят, а разницы-то нету. Эти исследования проводились на квадрицепсе, на бицепсе, на трицепсе, на задних поверхностях бедра, на чем угодно. И всегда люди, когда одинаково качественно выполняли эти самые подходы, они получали равную гипертрофию. Другое дело, что у многоповторного тренинга есть еще один недостаток. Это серьезное воздействие на общее утомление и на центральную нервную систему. И здесь, опять же, мы возвращаемся к выбору упражнений. Конечно же, присесть со штангой на 15 или 20 повторений, вы убьете и утомите весь организм в целом. И возможность восстановления вашей нервной системы и организма в целом, может быть, займет 2, 3 или 4 дня. То есть, квадрицепсы ваши восстановятся, а общее утомление не снизится. И, конечно же, здесь нужно прекрасно понимать, что многоповторка и работа многоповторки в многосуставных тяжелых упражнениях, она имеет свою цену. И эта цена – психологическое утомление, выгорание, состояние недовосновления и даже, возможно, попадание в состояние перетренированности. На мой взгляд, это маловероятно, но тем не менее. Поэтому, друзья, общий вывод. Первое. При работе в многоповторном режиме вы должны правильно выбирать упражнение для того, чтобы целевая мышечная группа, которая и является целью выполнения упражнения, была в должной степени утомлена и соответствующим образом доведена до отказа. Работа до отказа в многоповторном режиме – это вопрос принципиальный. Но цена этой принципиальности, как я уже говорил, – это воздействие на центральную нервную систему и на общее утомление. Для этих целей я рекомендую выбирать односуставные упражнения, если же вы выполняете работу в многоповторном режиме. И еще одним важным моментом является то, что последние исследования ученых говорят о том, что работа в различных диапазонах повторений более эффективна в долгосрочной перспективе, чем работа в одном варианте. Поэтому выбор между многоповторным, среднеповторным и низкоповторным диапазоном повторений – это ваш выбор. Если у вас нет иных альтернатив, и вы можете выполнять упражнения только лишь в многоповторном режиме, я вам рекомендую сосредоточиться на изолированных упражнениях либо на упражнениях, которые выполняются в тренажерах и задействуют меньшее количество мышечных групп и ассистентов в отношении целевой мышечной группы. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео, и тема вас зацепила, поэтому не стесняйтесь, комментируйте и оставляйте пожелания и темы, которые хотели бы, чтобы я рассмотрел в одном из следующих своих видео. Ну и, конечно, не забывайте подписываться, ставить лайки. Всего хорошего. Счастливо. 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 Счастливо.